Сегодня российские хоккейные функционеры весь день решали, что делать с боксерским поединком, который накануне устроили игроки подмосковного «Витязи» и омского «Авангарда». Подобного в истории советского и российского хоккея еще не было. Очередной матч континентальной хоккейной лиги продлился всего три с небольшим минуты. За это время на льду в Чехове хоккеисты успели устроить несколько массовых драк, за что команды были удалены практически в полном составе. То есть играть было попросту некому. Стоит сказать, что за «Витязем» давно закрепилась слава команды, где стиловой составляющий хоккея уделяет особое внимание. Николай Захаров отсмотрел видеозапись. Фраза комментатора «На лед команды вышли в боевом настроении» пожалуй, лучше всего передавала ситуацию. Вне игры. «Орбитл» бросил шайбу, но хоккеисты отшвырнули клюшки и подняли кулаки. Лед превратился в ринг, а хоккей в бокс. Потом на арене смешались в кучу клюшки, люди, чтобы защитить честь команды в кулачном бою. Выскочили даже игроки со скамейки запасных. Судьи еще долго пытались закатить их обратно. Но арбитры мнения фанатов не разделили. Судьи назначили игрокам обеих команд почти 700 минут штрафного времени. Это на 11 полных матчей хватит. По правилам, игру можно проводить, если только на площадке из великолепной пятерки вратаря остались только трое. Но здесь не набралось и сталь пих, и прозвучал финальный свисток. Советские мультипликаторы наверняка и не подозревали, что нарисованная в 68-м короткометражка матч-реванш спустя 42 года окажется пророческой. В отличие от мультипликационных игроков команд «Метеор» и «Ракета», реальные хоккеисты дрались под транспарантом. Кто к нам с мячом придет, тот от мяча и погибнет. Это лузунг «Витязи» из города Чехов. Сегодня в Москве дисциплинарная комиссия континентальной хоккейной лиги целый день изучала вот эти видеозаписи, чтобы разобраться, кто первый начал. Одни очевидцы утверждают, что зачинщиком стал легионер подмосковных «Витязи» Брэндон Сагден. Его в команде называют «Тавгай». Игрок, главная задача которого – потасовки на льду. Но другие утверждают, кулаками начали махать хоккеисты омского авангарда. В результате обоим командам засчитали техническое поражение. Ведь такое выступление без наказания не бывает. Получается, что в игре, которая формально закончилась ничьей 0-0, проиграли обе команды. Вердикт дисциплинарной комиссии – такой хоккей нам не нужен. Многих игроков обеих команд наказали рублем и надолго запретили выходить на лед. А команду «Витязь» предупредили. Еще одна такая встреча, и для клуба она будет последней. Его исключат из лиги. Хоккейный клуб «Витязь» Чехов подвергнут штрафу в размере 1 миллиона рублей. В отношении этого же клуба в целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений в будущем, а также за причиненный вред деловой репутации континентальной хоккейной лиги и ее партнерам, а также за совокупность нарушений и инициирование данных нарушений, хоккейный клуб «Витязь» подвергнут дополнительному штрафу в размере еще 3 миллионов рублей. Всего 4 миллиона рублей. Хоккейный клуб «Авангард» за срыв матча чемпионата подвергнут штрафу в размере 1 миллиона рублей. Поклонники хоккея уже назвали встречу ледовым позорищем. Наш зритель ходит в первую очередь на хоккей, а уже потом на шоу и все такое. И хоккей краем глаза увидели, и бокс. Прям олимпиада. А если серьезно, выгонят кого-нибудь из КХЛ, другим наука будет. Иначе не дойдет. Этот поединок между «Авангардом» и «Витязем» длился 3 минуты 37 секунд. Своеобразный рекорд. Впрочем, гордиться им игроки вряд ли смогут, хотя в истории российского хоккея они, похоже, попали навсегда. Николай Захаров, Юлий Закревск, Алексей Сидоров. Телекомпания НТВ.